В какой команде живых существ мы относимся? Ну, то, что мы животные, это очевидно. Мы не очень похожи на подосиную киви на березке. То есть мы не грибы, не растения. И, очевидно, мы не протисто, не одноклеточная. Остается царство животных. Хорошо, животное, царство животных, элметазора, настоящая многоклеточная. На какие более мелкие группы делятся, кто знает. Свой адрес в системе Вселенной неплохо бы знать. Типы. На типы. Ну и давайте основные типы животных многоклеточных. Кто назвать может? Плоские червы, крупные червы, хольчатые червы, моллюски, членистые ноги, корни. Ну, исходник забыли. Самый простой на свете, кишечно-полосная. Ах, пожалуйста. Хорошо, но все остальные типы нас сегодня не очень интересуют. А к какому-то мы с вами относимся. Тип хордовая. У хордовая относятся очень разные существа. Если бы я вам показал наших соседей по типу, из-под группы туниката, вы бы вообще не поверили, что это живое. Больше всего это похоже на какой-то кусок коренья, который торчит из дна моря. Разумеется, абсолютно неподвижный природчик. Это асцидия. Взрослые асцидии живут как фильтраторы. Прокачивают через себя воду. Ну, других тоже хордовых существ в школе хотя бы все-таки проходят. Это асцидия. Но тоже, в общем-то, знаете, от человека, как от земли до неба. Все хордовые делятся на три подтипа. Кто может назвать это три подтипа? Вот это уже пошла более профессиональная игра. Наш подтип. Позвоночный. Черепные – возможное название, но более распространенное название все-таки позвоночное. Ну, и два древних, включающих достаточно простых животных подтипа. Бесчерепные – ланцетники. И личинка хордовая – фунитаза. Хорошо. Берем подтип позвоночное. На какие команды делится подтип позвоночное? Как называется общее название этой команды? Класс. Абсолютно верно. Ну, поскольку мы с вами в стенах университета, давайте все-таки грамотно с вами сделаем. Первый класс – бесчелюстные. У этих ребят нет челюстей. Черепа уже есть, а вот челюстей нет. Череп, правда, выглядит достаточно странно. Выставляет себе такую ложку, в которой лежат мозги. А сверху эта ложка закрыта соединительной тканой перепонкой. Ну и вопрос, отчего защищает мозги такой череп? Ну, вроде как, сверху это понятно. Защита нужна, с боков нужна. А снизу-то от чего защищает? Ребята, ну подумайте, а снизу под черепом у вас что? Глотка у вас, глотка. А скажите, пожалуйста, что с любым живым существом бывает чаще? Оно ест или его едят? Оно ест. А когда вы кого-то едите, давление в глотке у вас повышается, чтобы проглотить хоть что-нибудь. А иначе вы просто не проглотите. Опять представьте себе, что у вас мозги лежат в мягкой капсуле, так? А под ней находится глотка, в которой скачком повысилось давление. Ну и что с мозгами? Ну и что с мозгами? А не. Значит, понятно, что первоначальная защита черепа, так это не странно. Это защита от собственного тела, защита от лобки. Поэтому ложка. Челюстей никаких нет, в качестве ротового аппарата присоски. Причем иногда присоски такие страшники. Парных плавников нет. Такое странное достаточно зверево. Именно такие первые позвоночные осваивают нашу планету в Ордовике. В Ордовском периоде они появляются, становятся разнообразными. А вот до наших дней доживает очень мало. Может быть, кто-нибудь слышит. Кто из бесчелюстных умудрился дожить до наших дней? Две группы. Одна вкусная, иногда продается. Миноги. Абсолютно верно. Миноги и вторая группа Миксины. Рыбами, если называть, не очень грамотно. Это не рыба. Это именно бесчелюстные. Но вот в конце Ордового века, от древних бесчелюстных, которых называют щитковые, происходят две разные группы рыб. Два разных класса. Происходят они от разных предков. Кто знает, какие два разных класса рыб живут на планете? Хрящевые и костные. Совершенно верно. К хрящевым рыбам кто относится? Акулы и скаты. А к костным рыбам все остальные. Вопрос. А от кого произошли обитатели суши? От хрящевых или от костных? От костных. От костных. А в чем дело? Хрящевые такие глупые и примитивные, что от них никто не произошел, а костные были такие продвинутые. От них все произошли. Рящи недостаточно твердые. Еще раз. Недостаточно твердые. Рящи недостаточно твердые. Вы акулу себе представляете? Ага. Акула длиной 2,5 метра. Руку у человека откусить может? Ага. Как это будет выглядеть? Акула сжимает челюсти, а они гнутся. Она сжимает, а они гнутся. Выйдет или не выйдет? Да не очень выйдет. Дело в том, что скелеты у хрящевых рыб построены из минерализованного хряща. У нас, у наземных позвоночных, такой вариант развивается только в случае патологии. Так, при отложении солей, нарушении минерального обмена, хрящ минерализуется. Для нас это заболевает. А у хрящевых рыб весь скелет. У них ни одной кости в скелете нет. В чем дело? А дело в том, что в минерализованном хряще живые клетки находятся только снаружи. Внутри скелетного элемента ни одной живой клетки нет. Это значит, а вот в кости, кость, это полноценная живая ткань, там живые клетки по всему объему сидят. Внутри костей огромное количество. В костной клетке кости ацетов. А из этого следует такая вещь. Скажите, пожалуйста, перелом кости, это необратимое явление, или организм может его залечить? Залечить. Залечить за счет деления клеток. Классно. А перелом хрящевого скелетного элемента? Нет. А это почти не лечится. А почему же это, интересно, акулы и скаты оставили у себя хрящевого скелета? А ну-ка давайте подумаем. А для водного существа, для обитателя океана, представьте себе, в каком случае у такого существа может произойти перелом. Ни ранение, ни вывих, ни ссадина, а именно перелом чего-нибудь. Да дело в том, что в водной среде из-за очень высокой плотности быстро двигаться необтекаемому телу невозможно. Поэтому даже если сверху, там, я не знаю, на кого-нибудь падает, та самая железобетонная плита пришла вот так. Она переломает ему весь скелет или не переломает? Да нет, не переломает, потому что падать она будет вот так. Быстрее, не выйдет. Перелом в водной среде явление редкое. Но можно ли обладателям такого скелета пробовать заселять сушу? А вот на суше переломы очень даже обычное явление. Так что хрящевые рыбы остались в воде, а потомки костных рыб начинают осваивать сушу. Ну и какой класс происходит от потомков костных рыб? Амфибия. Амфибия – бедный несчастный класс, который недопроизошел. Вот они вроде как начали осваивать сушу, а до конца качественно не освоили. Дело в том, что у них две системы органов принципиально дефектные. Они так построены, что их улучшить нельзя. Прежде всего, это система органов газообмена, система органов ДХ. Способ вентиляции, который… Ведь, как это ни странно, рыба вроде имеет газообмен за счет вентиляции жабр водой, а лягушка вроде как дышит прёчками. А как по-вашему? А способ вентиляции, прокачки воздуха или воды сквозь органы дыхания сильно изменился или не сильно? Берем рыбу и берем лягушку. Абсолютно тот же способ вентиляции. И те, и другие глотают внешнюю среду. Глоток – это действие, осуществляемое за счет мускулатуры лодки. И так в лягушке как? В лягушке работает лодка, накачивая воздух в лёгкие, которые находятся внутри тела. То есть насос у нас снаружи, и он качает в лёгкие воздух. Дело в том, что в таком случае нельзя в лёгкие ставить много-много-много перегородок. Потому что воздух между ними состоится. Такое живое существо погибнет от недостаточно газообмен. Плохие лёгкие. Кто знает, а хорошие лёгкие изобретает какая группа позвоночных? Потомки амфитиков. Рептилия. Поэтому рептилии становятся первыми настоящими царями суши. Истинными царями. Осваивая почти все. Обратите сейчас внимание на это слово «почти». Почти все пространства суши. Причём модель оказалась настолько удачной, что часть рептилий повторно возвращается в океан и становится царями океана. Самые крупные хищники, самые мощные хищники всего мезозоя – это никакие не рыбы, а как раз крупные водные рептилии. Рептилии первые из позвоночных осваивают лобку. До сих пор крупнейший летун, самое крупное летающее существо, когда-либо жившее на нашей планете. Птерозак, Кецель, Куатли. У Кецеля размах крыльев до 17 метров. Размер даже не маленького самолётика, а уже такого среднего самолёта. Но при таком чудовищном размахе крыльев, как по-вашему, сколько он весил? 75-80 килограмм. То есть он был моей массой. Не больше. У летунов принципиальное ограничение на возрастание массы. То есть это конструкция, которая экономила вес на всём. Просто на всём. Ноя от рептилий в мезозоя происходит два последних класса позвоночных. Какие? Птица и млекопитающая. Причём птица напрямую от динозавров. В современной науке принято всех динозавров делить на две группы. Не птичьи динозавры и птичьи динозавры. Динозавров теперь похожи не на крокодилов, не на гигантских варанов, не на змей и ящериц, а именно на птиц. Так что с некоторой точки зрения можно сказать, что отнюдь не все динозавры вымерли в ходе меловой катастрофы. Часть динозавров вполне себе сохранилась. Это большая и успешная часть. Вон они, как это чирикают на улицах. Вполне себе птичьи динозавры. Ну и последняя группа млекопитающая. Наши с вами команды. Как ни странно, как по-вашему, а какая группа более древняя, млекопитающие или динозавры? Конечно, млекопитающие. Млекопитающие происходят от одной из самых древних групп крептилий. От тераморфных крептилий. По-русски их называют зверозубые, пресмыкающиеся. А тераморфы возникают намного раньше, намного миллионов лет раньше, чем всякие разные динозавры. Мы потомки исключительно древних групп. И во времена господства динозавров на свете, десятки и сотни, вот в том же самом южном периоде, Джуральский парк, может быть, смотрели? Так вот, в это время в планете существовали десятки и сотни видов млекопитающих. Уже вполне все настоящих млекопитающих, но они не выходили в крупные размерные классы. Средние размеры. От крысы до барсука. То есть от вот такого до вот такого. Крупнее нет. Меняется в конце нового периода. Вот тогда происходит исчезновение архаичных групп рептилий. И млекопитающие создают гигантское разнообразие. Порядка 65 миллионов лет назад. Ну а теперь класс мамали, а класс млекопитающие на какие более мелкие группы делятся? Что? Отряда. Какому отряду принадлежим мы с вами? Орде приматес. Отряд приматес. Какие еще отряды млекопитающих есть? Да очень много. Парнокопытные, непарнокопытные. Сищные, китообразные, оботные, рукокрылые. Насекомоядные и грузуны. Кстати, зайцы это никакие не грузуны. Зайцы это зайцеобразные. Отдельный отряд. Вот мы с вами причалили к отряду приматок. Орде приматес. Продолжение следует.